Не нужно ждать сверхрезультатов и завышенных каких-то ожиданий. Должна быть какая-то большая цель, допустим, там 10 тысяч подписчиков за год. Замечательно, это некий ориентир, к которому ты должен идти. Волшебных таблеток не существует. Если ты какой-то заряженный, в классном состоянии, на позитиве, всем делишься, то люди это считывают и видят то, как ты относишься, допустим, к своей работе и то, что ты про нее рассказываешь, и вот это работает. Стабильность, вот это важный момент. Спасибо великим и могучим алгоритмам YouTube за то, что они меня вот так наградили и сделали мне сюрприз и принесли уже реальные результаты. Что думали, ребята, тут как умный эксперт буду рассказывать о том, как запустить и правильно вести свой YouTube-блог? Да нет, нифига. У меня вышло всего 7 роликов, потом я пропал на 5 месяцев, потому что мы сняли еще какой-то материал в прошлом году, а потом, что что? Потом у меня закончились деньги и осталось еще 3 материала. Вот, и первый из них мы в январе где-то выпустили, второй в феврале, а потом у Романа, да, закончились деньги, поменялись приоритеты, другая суета и всякое такое, и, соответственно, я пропал. И вот внезапно я здесь с вами, и я невероятно рад. Сегодня тема такая вводная, и, кстати, вот третий ролик, про который я упомянул, он у нас в закромах лежит, и он скоро выйдет. Об этом чуть позже, поэтому смотрите, пожалуйста, до конца, там ставьте лайки, подписочки, пожалуйста, пожалуйста, поддержите. Сегодня будет ролик не про то, как умно и классно запустить свой YouTube-канал, стать медийным человеком и так далее, а это будет исповедь начинающего блогера, ютюбера и всякое такое. У меня есть несколько тезисов, и я их проговорю. Первое – это пиздец дорого. Вот, поэтому если собрались идти куда-то в медийность и вообще вести блог и чем-то таким заниматься, то посчитайте бабосики, отложите бабосики. И вот как, я не знаю, умные люди, я не такой. Вот есть люди, которые умеют там 10% своего дохода в копилочку или там на депозит куда-нибудь закидывать. Вот то же самое, нужно какой-то процент своего бюджета прям стабильно вкладывать и в производство контента, и в его продвижение. Из этого я не делал нифига. Хотел сказать нихуя, но сказал нихуя, чтобы не материться. Но я все равно сказал нихуя. Ни-ху-я. Вот просто нихуя. Так вот, у меня в прошлом году были денежки, мы отсняли там сколько-то материала на условно полтора-два месяца вперед, и в итоге он вот так вот как сопли выкладывался. Сначала откладывался, потом выкладывался, и потом было просто не до этого. Денежки куда-то утекали в другое русло. Но что я понял, фишка, она строго в стабильности и в регулярности. И поэтому, ну, такой себе вариант, там, что-то вот таким одним спринтом что-то сделать, потом забить, там, сгореть, задолбаться и так далее. Лучше вот все на спокойном, стабильненько это делать. И ищите способы, как удешевить производство первого контента. И сейчас я объясню, почему. Как видите, картинка чуть-чуть другая, потому что у нас дешманский свет с какого-нибудь там Алиэкспресса, два софтбокса по 2000 сом или, возможно, по три, и лампочки просто из магазина, которые в них торчат. Так что картинка, возможно, похуже. Потом это офис, и если мы развернем камеру, и, возможно, мы это сделаем, подснимем, я не знаю, что ребята скажут. Вот вы увидите, что тут провода, офис, там, мониторы, пуфик огромный лежит. Мы у нас в офисе, в уютной, зато комфортной для меня обстановке. И вот как-то так мы продолжаем. То есть мы срезали косты на аренду светового оборудования, мы срезали косты на аренду студии и торговались как за последние деньги. И подружились с продюсером. Как я говорил, фишка в стабильности, в постоянстве, в регулярности. И задача первых роликов, оказывается, не типа там вот у тебя есть один выстрел, и ты должен выстрелить, и вот если ты не попал, то все, до свидания. Нет, выстрелов должно быть миллион, условно, и этот миллион вот каждую неделю по одному, и ты вот так вот делаешь, делаешь, делаешь до конца просто. И задача первых роликов, первых сториз, первых рилсов, постов, там, чего угодно, просто выйти. Просто вот, чтобы ты сделал вот этот первый маленький шажочек, и просто, чтобы они вышли. И, возможно, даже не стоит гнаться за супер, там, качеством, идеальной картинкой. Возможно, наш продюсер Наталья с этим не согласится, вот я вижу ее лицо. Но задача реально первых роликов просто выйти. Мне, по крайней мере, как начинающему вот этому вот блогеру, так проще. И дальше уже постепенно-постепенно все это развивать и повышать. И вот еще один момент. Не нужно ждать сверхрезультатов и завышенных каких-то ожиданий. То есть, опять же, фокус на стабильности. А мы отсняли там 7 роликов, и я думал, что вот это вот наш основной выстрел, и вот оно должно там сразу на какой-то уровень выйти. И вот тогда, значит, имеет смысл продолжать. И тогда, значит, что вот гипотеза запустить свой YouTube-канал, она рабочая. А я в итоге результаты не увидел. И такой, эй, что-то денег нет, и куча отмазок, там где-то какое-то обесценивание. И поэтому это все отложилось куда-то на второй, третий, десятый план. Вывод из этой истории, из этого опыта следующий. Вот лучше у нас должна быть какая-то большая цель, допустим, там 10 тысяч подписчиков за год. Замечательно. Это некий ориентир, к которому ты должен идти. Но когда ты уходишь в работу, чтобы достичь этой цели, наш мозг, и мы вообще не понимаем, а как сделать 10 тысяч подписчиков или 100, а как удвоить свои доходы, утроить свои доходы, ну и так далее, да, любые большие цели, мы не понимаем. Поэтому очень классная практика дробить цели на что-то еженедельное. Сделать плюс 10 подписчиков в Инстаграме или на Ютубе. Ты этой простой маленькой цели за неделю достиг, получил вот этот выброс дофамина в мозг, идешь дальше и понимаешь уже, и удваиваешь цель, как сделать 20 подписчиков за следующую неделю. И вот так вот потихонечку, шажочками на стабильности все это делаешь. Это мой вывод. Я сейчас активнее веду Инстаграм, у меня там, ну, не буду говорить, какие результаты, хотя ладно, 300 подписчиков за 3 месяца. Нестабильной работы. Я, кстати, по Ютубу ничего вам не обещаю, что я буду тут появляться каждый месяц, ой, каждую неделю оговорился. Вот. Но я буду стараться. Посмотрим. Без обещания мы просто собрались снять и посмотрим, что дальше пойдет. Куда и бурса, как говорится, все будет вот этот вот. И еще что я понял, еще что я понял, волшебных таблеток не существует. Это мой вот недавний такой инсайт. Я был на конференции по инфобизнесу, где выступал Михаил Тимочка и еще классные другие ребята. Там Данил Матухной его зовут. Сложная фамилия, никак не могу выговорить, но чувак просто пушка-ракета. И еще там разные ребята были. Вот. И я думал, я туда пойду, и они дадут какой-то рецепт там по тому, как стать там большим блогером, там как набирать подписчиков, как продавать свои курсы и всякое такое. А по факту, оказывается, волшебной таблетки не существует. Они тоже говорят про стабильность. Они говорят про энергию, ресурс, поток и все такое. То есть, если ты какой-то заряженный, в классном состоянии, на позитиве, всем делишься, то люди это считывают и видят то, как ты относишься, допустим, к своей работе и то, что ты про нее рассказываешь. И вот это работает. Поэтому вот такой момент. И у них получается достигать сверхрезультатов, потому что они, наоборот, нарушают какие-то правила, ломают рамки и нет какого-то четкого рецепта. Вот сними там три вот таких ролика, пять вот таких, выложив такое-то конкретно время на такие-то темы, и тогда у тебя все будет. Нет, нифига. Наоборот, они ломают систему, делают какие-то другие штуки и вжух, результаты получаются. И опять же, вот эти сверхрезультаты и такие скачки и выстрелы, так сказать, квантовые скачки, там это некоторые называют, они происходят не потому, что тебе просто в моменте повезло и ты нихуя до этого не делал. Они происходят потому, что ты до этого несколько лет страдал, учился, вкладывал себя, ошибался, падал, было больно и все такое. И потом ты накопил какой-то опыт, набил шишек и такой опа. И потом это все выстрелило. У кого-то сразу, у кого-то, вернее, быстрее, у кого-то сразу самым везучим и там благодаря стечению обстоятельств, да. Но в целом стабильность. Вот это важный момент. Следующий момент. Ютуб-блог, движуха в Инстаграме и в целом движение в направлении медийности это, сука, полноценная работа. То есть нельзя просто вот сидеть и работать и там по остаточному принципу дайте-ка в Инстаграм напишу постик или там быстренько соберемся и снимем что-нибудь на Ютубе. Нет, это, ёпта, работа. И опять же, со стабильными вложениями в маркетинг. Опять же, сидеть и ждать, когда тебя великие алгоритмы подхватят, ты сразу станешь миллионником. Ну, это супер наивная история, которая ничем не подкреплена. Но есть ещё момент, и он очень позитивный. Это сюрприз от Ютуба, который я получил. У нас оставалось в этом году, в начале этого года два ролика отснятых, которые мы ещё не выпустили. Первый он был, сейчас я посмотрю, он был, как организовывать документацию и регламенты для работы, команды и всякое такое. И второй ролик, что нужно знать про интернет-маркетинг в 2023 году. Вот два ролика, две вот этих темы у нас было. Я такой, ну, раз осталось, что-то сейчас я всё равно снимать ничего не планирую, вот выпущу, и пусть, ну, раз уж сняли, надо выпустить. Вот. И шестой ролик по счёту, который я выложил в январе где-то, он про интернет-маркетинг, я его выложил и забыл на него. И потом через неделю или две выпустил вот второй, про регламенты и контроль качества в компании, в команде. И потом что-то я забил на YouTube, забыл совсем, через два-три месяца открываю, и у меня 3000 просмотров или 4000 у ролика про интернет-маркетинг. А я как бы изначально интернет-маркетолог, и я в этом пипец как шарю. Я в этой сфере 13, наверное, уже лет. Потом такой, опа, комменты появились. Потом, ну, ладно, там 3000, если у меня там остальные ролики там про похудение, мой любимый ролик. Я похудел, ребят, почти на 30 килограмм. У меня ролик занял 320 просмотров. А я, это моё самое главное достижение в жизни, 320 просмотров. Думаю, что за фигня, руки опустились, капец. Без маркетинга, правда. И вот 1,3 тысячи, 1 тысяча. Потом первый ролик мы там ещё чуть-чуть накруточками поигрались, поняли, что это не работает, хотя качественными. Вот, но в целом там 1 тысяча просмотров живых нормальных вот по ролику было. А тут 3 тысячи. Потом ещё через месяц я открою, там миллион комментариев. И сейчас я открыл, я в последний раз открывал месяц назад. Было 10 тысяч просмотров у этого ролика. Я такой, вау, офигеть. А сейчас уже, вот я сегодня открыл перед тем, как начать снимать за 5 минут. И вижу 14 тысяч, и там ещё какие-то комментарии насыпались, надо будет ответить. Вот. И это удивительно. То есть, когда я уже сдался, забил на всё, такой, ай, ладно, фиг с ним. Мне YouTube такой, о, ты снял классный ролик, шестой по счёту, вот давай я его буду пушить. И благодаря этому ролику мы нашли классного начинающего маркетолога в нашу компанию, который нам ведёт Instagram, который снимает рилсы, который просто в целом по маркетинговым задачам попадает, ой, помогает. Этот чёл очень молодой, и он рассказывал, как он нас нашёл. Он вообще не знал, кто такие Пекло Студио, что мы из Кыргызстана. И он говорит, я просто заинтересовался интернет-маркетингом, окружил себя этим контентом. И в один момент он смотрел вот этот ролик, что нужно знать про интернет-маркетинг в 2023-м. И в один момент я там говорю слово СОМ. Это кыргызская валюта, если что. Если вы не из Кыргызстана меня смотрите, а я надеюсь, что у меня есть зрители не из Кыргызстана в том числе. И он такой, типа, что? Что это местные ребята? И он нас нашёл. А я тут думал, что нас в Кыргызстане все знают, а оказывается, нет и нифига. И вот. И ещё меня начали люди где-то узнавать, где-то видеть. И я такой вау. И когда я, то есть я опустил руки, потом выясняется, что алгоритмы подхватили этот ролик, и на самом деле надо было просто регулярно делать и не останавливаться. И искать способы это делать подешевле. Ну или как бы по возможностям, которые у тебя есть в данный момент времени. Не знаю, хотя бы с телефона, ну просто петличку нормальную, чтобы звук был приемлемый. Главное, это всё-таки человек. Люди покупают или там просто смотрят людей. И если там тебе комфортен и интересен человек, его мышление, его подача информации, то всё-таки это в приоритете. А если человек как бы унылое говно, какую бы он крутую картинку не делал, если вам этот человек не нравится, вы не будете его смотреть. Так что, надеюсь, я вам нравлюсь. Поэтому вот, спасибо великим и могучим алгоритмам Ютуба за то, что они меня вот так наградили и сделали мне сюрприз и принесли уже реальные результаты. А, кстати, помимо найма-маркетолога ещё мне начали писать какие-то онлайн-сервисы типа Rush Analytics. Это в кругах интернет-маркетологов известные штуки. Говорят, а давайте вы снимите обзор на своём канале, а мы вам на год типа пользования инструментом. Я такой, о! До этого руки ещё не дошли, но возможно дойдут. То есть, мне начали поступать какие-то коммерческие предложения из моих 767 подписчиков и там по тысяче просмотров на ролики в среднем. Так что, вот как-то так это работает и это очень круто. поэтому мотивация снова вернулась, я снова нашёл время этим заняться и поэтому ещё раз надеюсь, будем видеться с вами почаще. Хотел уебать по столу, но тут микрофон, возможно, это будет больно вашим ушкам. Так что, не буду так делать. Моя исповедь начинающего ютубера закончилась. Теперь переходим к следующей секции. Это горячие новости. Какие новости у нас есть? Первое. У нас в компании Пекло Студио открылся отдел разработки сайтов на Тильде. Кстати, одна из тем следующих роликов я хочу сделать вот как мы сделали про основы вообще и направление интернет-маркетинга ролик. Я хочу то же самое сделать и про разработку сайтов, потому что я с этим направлением также сталкиваюсь 10 лет подряд. И в том числе разрабатывал как и простые сайты, так и участвовал в разработке крупных, сложных и-коммерс сервисов, всяких площадок. И я хочу сделать некий овервью такой рынка. И поскольку вот про интернет-маркетинг сработала, у меня теперь надежда, что вдруг и тут сработает. А если не сработает, я обещаю не ныть, не опускать руки, не обессынести, подать все говно. Посмотрим, короче. Я говорил, что у нас вот три было ролика про интернет-маркетинг, про регламенты и документацию в компании. Вот третий ролик, может кто помнит, кто смотрел меня в инстаграме, мы снимали интервью. Мы снимали интервью с Наилем Хайбулиным, это соучредитель и генеральный директор компании M-Vector. Это крупнейшее исследовательское агентство в Центральной Азии. То есть, они проводят опросы, исследования рынков и делают это на высоком уровне, с классным подходом. Ребята красавчики, очень много человек в команде, очень классные процессы и компания существует то ли 15 лет. Короче, дофига лет она существует, я уже просто забыл, это было давно. Ну и просто после вот такого огромного перерыва, типа, здравствуйте, вот смотрите интервью, как-то выпускать такое, я решил это подогреть, поэтому мы снимаем в том числе этот ролик и надеюсь продолжим снимать регулярно. Поэтому следующий выпущенный ролик на этом канале будет уже снято интервью, которое мы сделали еще в прошлом году. Будет интересно, готовьтесь смотреть, ставить опять же лайки и всячески меня поддерживать, за что я вам буду нереально благодарен. Как видите, это капец сложное, когда ты особенно, вот как я говорил, не видишь результатов, вот делать это стабильно, капец, потому что поэтому каждый лайк, каждый комментарий, он вот, не знаю, вот тут вот в сердечке у меня отзывается. Еще интересный момент, про что я тоже хочу поделиться и рассказать, я проапгрейдил, у меня есть на ютубе ролик про тайм-менеджмент, я там рассказывал, показывал, как у меня все устроено, и я всю эту штуку, короче, проапгрейдил на новый уровень. Мы всей компанией, во-первых, переехали вот на днях буквально в систему, в сервис Notion, и до этого я все свои заметки, движухи, все свои там проработки, планы и так далее, все перенес тоже в Notion, это просто невероятно снизило мой стресс, увеличило продуктивность, и я стал жить кайфовый. И благодаря еще одной штуке, кстати, я стал жить кайфовый, но об этом будет в следующем ролике. И, ребят, если вдруг вам что-то интересно, чтобы я с вами чем-то поделился, пишите в комментариях. Я с радостью, с кайфом это сделаю. Поэтому на этом все. Всем пока. Пока.